Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет новый эксперимент. И надеюсь, многие из вас уже узнали вот этого подопытного. Он тут, понятно, по крыше, по всем этим делам. Помните, мы сюда грузили 2,5 тонны, пытались выехать в гору. Блин, машины вот эти прям вот все больше и больше нравятся. Действительно, после таких экспериментов она еще бодрая, на ходу заводится, ездит. Читал предложку и наткнулся на такой интересный момент. Сварить герметичную систему на выхлоп, дать газ в палас, для того, чтобы двигатель набрал максимальные обороты и резко перереть ему выхлоп и посмотреть, что же произойдет. В общем, есть вот такая банка, резонатор, вся вот эта трасса, есть шаровый кран. Сегодня все это дело нам и пригодится, поэтому давайте-ка все это дело сварим, чтобы было четко, герметично, чтобы нигде не было утечки давления, скажем так, газов. И проэкспериментируем, что же произойдет. Погнали! Ну вот, смотрите, значит, вот у нас глушитель вышел сюда, здесь у нас кран. Все выведено, все замечательно. В общем, решили попробовать сделать прям вот так, по жесткой, напрямую, без всяких, так сказать, резервуаров, где может сжиматься воздух. Ну и теперь надо приходить к испытаниям. О, где-то дует, шипит. Но он остановился. Это что было сейчас? Очень жестко. Давай еще раз ульку. Надо банку ставить, блин, надо ставить банку какую-то. Давление создается такое неплохое прям. На самом деле двигатель нагнетает очень даже неплохо. Сейчас мы банку попробуем не взорвать, а раздавить давлением, которое выдает двигатель. Блин, должно получиться. Погнали, короче. Ух, а как она надулась-то, а? В общем, бау, такая стала. О, и все, вот она, да. Подварить ее надо. Она тоже что-то вся прям сифонит. Смотри, как ее расперло. То есть бока вышли. Так, ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы еще разок попробуем. Пугает, а? Ну еще побольше чуть-чуть стало. Все-таки ее надувает. Скидывать? В общем, как ни крутили, ни вертели, ни смотрели, ни что-то там сделать. В общем, решили все-таки обварить ее. Потому что, ну, она действительно почему-то по всем завальцевочным местам шипит, как проткнутое колесо, короче. Со всех желе фигарит. Поэтому, пацаны говорят, давай мы ее обварим. Давайте, короче, мы ее обварим. И уже на обваренной повторим еще раз всю вот эту нашу процедуру. Ну вот, смотрите, ребят, все хорошо, все здорово. Обварили глушитель. Сейчас мы узнаем, что будет. И в кассе. Оба-оба-оба. Это что такое? Проворачивает мотор в обратную сторону. Смотрите, он по этой, видно четко, он по вентилятору, он пум-пум в обратную сторону. Да что ты сейчас-то не хочешь прокручивать? А, попробуй стартером, да. Это открылся впускной клапан. Попытка номер там фиг знает какая уже, со счета сбились. А глушитель нормальный, потихоньку раздувается. Но что-то подсказывает все, это, наверное, его предел. Не стреляет. Да, какая крутая нить. Не может, не может, не может провернуть. Нет, смотри, закрутил, скинул, похоже. Так, ну сейчас-то понятно, что он не заведется. А, ну вот, смотрите, что мы тут сделали. Поставили сюда манометр. Ну, это от компрессометра. Для чего? Для того, чтобы все-таки узнать, какое давление у нас создается на выхлопе, когда мы перекрываем его. Прям очень интересно, если банку надувает, я думаю, она должна быть далеко не маленькая. А, почти пять. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть до пяти килопаскалей не дотянуло. Вообще прям маленечко, блин. Давление-то как бы не шуточное. Чисто теоретически должен этот парень разорваться, который глушитель. Но он почему-то не хочет. Сопротивляется. Бабаха-то не было. А так хочется. Поэтому у нас же в любом случае пары-то воспламеняются, если мы сейчас их здесь наберем как следует. То есть, когда даем газу в отсечку, выключаем зажигание, карбюратор. То есть, оставляем дроссельной заслонки открытой. Естественно, он же еще тянет. Тянет. Накидывает туда смеси. Зажигание включаем. Должно быть такой большой барабум. Бум-барабум. Ну вот, смотрите, раз он не хочет сдаваться, на тот уже до смешного. Здесь, видите, поставили свечку. Провод у нас такой длинный на трамблер. Там стоит агент с бутылкой бензина. В общем, газ-палас оборотов набирает. Бензина бряг туда. Ну, чтобы избыточные пары были. Кран закрываю. Ключ на старт. То есть, искру на свечку. Блин. Надеюсь, все пройдет удачно. Нифига. Еще. Нифига. Давай попробую крутануть. Все, теперь давай. Другое место. Ничего не понимаю. Особенность Жигулей. Когда что-то хочешь с ними сделать специально, там, чтобы застучал двигатель, там, вылез кулак, там, вот, взорвался глушитель. А, либо, там, перегрелся мотор, то такая тенденция получается, что специально этого сделать, добиться очень, очень непросто, скажем так. Но, когда ты просто эксплуатируешь этот автомобиль, то есть, пожалуйста, тебе и стук, пожалуйста, тебе и кулак, и взорванные глушаки, и, в общем, все на свете, закипевшие моторы заклинившие, все это есть. В общем, короче, уже решили просто в нахалку его поджечь. Давай, дуй, дуй. Хорош. Ты посмотри, что он творит-то, а. Он просто горит. Чуть-чуть не хватает. Так, шел 3026 день нашего, чего там, проекта, да? Поехали. Да. Ну, прям, вообще, ты посмотри, что. И в какую. Ну, давай еще разульку. А то мы уже полдня этим. Да, дробовиком мы уже подавались. Слов уже нету, блин. Все, короче. Я смотрю, у тебя нервы сдали, да? Короче, друзья, в этой нелегкой схватке победил, короче, глушить. Вот как так? Вы прям, правда, думали, что он его сейчас разорвет, потому что давление все-таки в 5 килограмм, это очень такое нешуточное давление. Ну, по факту, вы поняли, да? Он даже, блин, предусмотрен конструктивно так, чтобы его не разорвало. По вальцовке выходят газы. То есть, пускай они там не так, что они прям вообще там летят оттуда, а при давлении он начинает постепенно все это дело как бы стравливать, скидывать давление и не разрывается. Заварили, бесполезно. Ну, где? Ну, да, заваренный ты тоже вообще фиг его разорвешь, потому что он проваренный, он уже как бочка, и, соответственно, давление распределяется по стенкам. Металл держит, металл держит, его порвать не так просто. В общем, ребят, выбросили, мы сделали. Мы посмотрели, что происходит, если резко перекрыть выхлопные газы. Ну, да, из карбюратора летит маленько, ну, ничего страшного. То есть, двигателю тяжело. Ну, конечно же, когда кран закрытый, то есть, когда полностью закрыт ход газов, завести двигатель не получается. Видели, да, пробовали, он вроде тыр-тыр-чех-пых что-то сначала начал подхватывать, и потом резко хлоп и перестал. Потому что газы не выходят, кислород не поступает, бензин не идет, естественно. Как он нафиг заведется? Поэтому, ребят, у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь, наверное, что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Наверное, что-нибудь предлагайте еще. Ну, все, пока. Продолжение следует...